Сегодня Всемирный день бездомных животных. Эта дата заставляет задуматься всех о трагичной судьбе братьев наших меньших, лишенных дома. С введением санкций проблем добавилось и животным. В разы подорожали корма, услуги в ветлечебницах. С проблемами столкнулся и единственный в Карачево-Черкесии госпиталь «Белый клык», который всячески опекает бездомных и покалеченных собак и кошек. Репортаж Альбина Ламковой. В госпиталь «Белый клык» впечатляет количеством собак. Их около 90. Опекает четвероногих добрый хозяин. Он создает им условия для жизни. В госпиталь «Белый клык» животные попадают только пострадавшие, которым требуется срочная медицинская помощь. Байкал, например, из Зеленчукского района. В него стреляли, в результате чего ему ампутировали лапу. Он большой и очень добрый. А в этом вольере содержат другую собаку. Кличка «Бандит». Он, в отличие от Байкала, обозлился на людей. В него также стреляли. В госпитале живут и кошки. Они находятся в отдельном помещении. У каждого домашнего животного своя печальная и сложная история. Больше половины без лапу. У остальных другие травмы. Не страшно погладить четвероногого даже с изуродованной мордочкой. Добрые глаза в ожидании сострадания притягивают. Ее сыночке 8 лет. У нее была опухоль. Перенесла в результате 5 пластических операций. Сейчас она абсолютно здорова и мечтает о том, что будет у нее хозяин. Добрый, как и она сама. В следствии введенных санкций в отношении России, беззащитные животные опять оказались в трудной жизненной ситуации. Кормят, как и всех кошек и собак, обычным сухим кормом. На данный момент нам требуется корма. Запасы у нас остались на 3 дня. Цены на корма подорожали. Допустим, Атос, который к нам попал с тяжелой судьбой. Его сбила машина. Ветеринары ему назначили специальную вет-диету, которой мы его должны кормить пожизненно. Здесь у нас Шпуля и Шкода. Они питаются обычным кормом, но цены тоже вдвое-втрое подорожали. Выход из любой даже тупиковой ситуации можно найти. Но во всем нужна поддержка. Особенно братьям нашим меньшим. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия.